Доброе дело любит тишину. Это хорошо знают люди, которые принимают участие в сборе гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается. Они делают это не ради благодарности и признания, а по зову сердца. Вот и в редакцию газеты «Муромский край» наши земляки принесли немало посылок для отправки российским военным, участникам спецопераций на Украине. У наших военнослужащих, конечно, есть все необходимое, но дополнительная помощь будет не лишней. Помимо родственников солдат, свою поддержку доблестным воинам оказывают и просто неравнодушные люди. Слово нашему корреспонденту. В сложной жизненной ситуации важно не оставаться в стороне и помогать тем, кто в этом нуждается. Волонтеры и сотрудники Муромской воинской части принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи для наших военнослужащих, которые борются за мир и справедливость на территории Украины. Несколько коробок, самым необходимым, собранных в редакции газеты «Муромский край», станут частью большой посылки. Список гуманитарной помощи базовый. Влажные салфетки, носки, чай, консервы, любые. Вообще любые продукты, которые долго хранятся. Баранки, печенье, пряники. Вода. Вода, строго в пятилитровых баклажках, покупная. С родников нам не разрешают возить. Посылки мы отправляем уже не первые и не надеемся, что это будет далеко не последние. Я хотела сказать большое спасибо всем неравнодушным жителям, всем, кто откликнулся на призыв по сбору посылок и письма. В поддержку семей военнослужащих проводятся различные концерты и акции. Одна из них – письмо солдату. Можно писать письма ребятам, можно детям рисовать рисунки с удовольствием. Парни получают наши письма с удовольствием, им очень приятно получать весточку с родины. Пускай это будет небольшой текст, но пару-тройку слов. Все желающие обязательно передадим. На этом сборы не прекращаются. Протянуть руку помощи может каждый желающий. Русскому человеку всегда было присуще чувство любви к родине, чувство патриотизма и чувство сострадания к ближнему и далекому человеку. В нашем городе на постоянной основе существует волонтерский центр при партии «Единая Россия» и при комитете по делам молодежи. И всегда жители нашего города готовы оказать помощь, посильную помощь тем людям, которые попадают в трудную жизненную ситуацию. Хочется поблагодарить всех жителей нашего города – и предпринимателей, и предприятия, и учебные заведения, такие как школы, училища, институт. И, конечно, всех сочувствующих жителей, которые принесли посильную для себя помощь. Сбор гуманитарной помощи продолжается. Есть два пункта сбора. Это партия «Единая Россия», адрес Коммунистической, дом 1. И промышленно-гуманитарный колледж на Южном, Орловской, дом 16. Средства гигиены – предметы первой необходимости, продукты питания. В этом нуждаются эвакуированные из Донецкой и Луганской народных республик люди. Оказать помощь может каждый желающий. Справки по телефону 217-83.